Я приветствую всех, кто решил вместе с нами. Сегодня в сфере часы по настоящему времени. Юлия Савченко в командировке. Ее заменяю я, Роман Мамонов. В ближайшие 25 минут подводим итоги прошедших 7 дней. В пятницу 13 ноября столица Франции пережила кошмар, от которого и она сама, и страна, и Европа оправится наверняка не скоро. Сразу в нескольких районах Парижа неизвестные мужчины устроили серию скоординированных терактов. Где-то полили из автоматов, где-то гремели бомбы. На этот момент известно о почти 130 погибших и 180 пострадавших. Новости из французской столицы одновременно напоминали сводки об 11 сентября в США и захвате мюзикла «Нордост» в Москве. Вылазка террористов ИГИЛ, именно эта группировка уже взяла на себя ответственность, стала самым кровавым терактом в истории Франции. Санжар Хамидов обобщил все, что мы знаем на данный момент. Санжар, тебе слово. Первые сообщения о вооруженном нападении неизвестных и 10 погибших появились в половине девятого вечера. Об этом написал в своем твиттер-эккаунте посетитель парижского ресторана «Маленькая Камбоджа». Тогда же террористы обстреляли расположенный рядом ресторан «Ле Карион». Спустя несколько минут на севере столицы прогремели два взрыва возле стадиона «Стад де Франс», где в тот самый момент находился президент Франсуа Оланд, смотревший футбольный матч между сборными Франции и Германии. Полиция подтвердила, что два смертника подорвались рядом со стадионом. Мгновенно по всем социальным медиа разлетелась информация о том, что в разных местах французской столицы парижане видели преступников в черных одеждах, вооруженных автоматами Калашникова и гранатами. Но самое ужасное произошло в концертном зале «Батаклан», где выступление рок-группы из США собрало около полутора тысяч человек. По словам очевидцев, террористы, захватив в заложники 100 человек, устроили там кровавую баню. Они очередями расстреливали зрителей без спешки, при этом меняли магазины на своих автоматах три раза. А когда полиция начала операцию по освобождению заложников, некоторые преступники подорвали пояса со взрывчаткой. Четыре террориста были уничтожены, однако 82 человека погибли. Итого, по заявлению полиции, в результате тщательно скоординированной атаки террористов на семь объектов, в пятницу погибли 127 человек. Президент Оланд объявил в стране чрезвычайное положение и установил жесткий пограничный контроль. Для обеспечения дополнительной безопасности в Париж ввели армейские подразделения – полторы тысячи солдат. Сегодня в столице закрыты все государственные, торговые и развлекательные заведения, а горожанам рекомендовано оставаться в домах и не выходить без необходимости. А в субботу утром ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Как сказал мой коллега, президент Франции был на стадионе, рядом с которым прогремели взрывы. И террористы не могли этого не знать. Франсуа Оланд выступил с обращением к нации, в котором объявил о введении чрезвычайных мер безопасности, но главное – однозначно заявил – произошедшая атака террористов против всей Франции. То, что произошло вчера в Париже и Сент-Дени было актом войны. Перед лицом войны страна должна предпринимать соответствующие шаги. Это акт войны, совершенный террористической армией, исламским государством против Франции, против наших ценностей, которые мы защищаем по всему миру, против того, кем мы являемся – свободной страной. Свои соболезнования жителям Франции после теракта выразили главы всех ведущих государств. Со специальным заявлением перед журналистами выступил президент США Барак Обама, высказавший слова поддержки французам и заявивший, что Америка сделает все необходимое для помощи своему союзнику. Мы вновь стали свидетелями возмутительной попытки терроризировать невинных граждан. Это нападение не только на Париж. Это нападение не только на народ Франции. Это нападение на все человечество и на всеобщие ценности, которые мы разделяем. Мы готовы предоставить любую помощь необходимую правительству и народу Франции. Это душераздирающая ситуация, и мы здесь, в США, знаем, каково это, потому что мы переживали подобное. И когда мы сталкивались с такими случаями, мы всегда могли рассчитывать на поддержку французского народа. Теракты в Париже, очевидно, теперь приведут к изменениям в повседневной жизни не только французов. Ведущие страны объявили об увеличении мер безопасности. Как только стало известно о терактах в Париже, Совет Безопасности ООН выступил с осуждением варварских и подлых атак, указав, что международное сообщество будет едино перед лицом угрозы терроризма. Германия предложила Франции прислать своих военных на помощь в случае необходимости. В США глава Министерства внутренней безопасности Джей Джонсон сообщил, что у американских властей нет достоверных данных о возможности атак, подобных Парижской. Но полицейский департамент Нью-Йорка и других крупных городов сообщили о превентивном увеличении патрулей, охраны диппредставительств и ключевых объектов. До прояснения ситуации в Париже в США были задержаны или перенесены часть авиарейсов во Францию. Об усилении мер безопасности сообщили также власти Сингапура. В Бельгии ввели под гранд-контроль на границе с Францией. Временно отменены все матчи французской сборной по футболу, а спортивные игры на континенте будут проходить при усиленных проверках и патрулях. Что сейчас происходит в Париже, мы рассчитываем узнать в прямом эфире у журналиста украинского канала Интер Оксаны Кундеренко. Она работает на месте событий. Оксана, приветствую. Скажите, где вы сейчас находитесь конкретно и какова обстановка во французской столице? Я в данный момент нахожусь на площади Республики. Это совсем недалеко от места, где был совершен самый большой теракт, захват заложников в театре. Площадь Республики сейчас превратилась в какое-то импровизированное место митинга. Люди несут цветы, свечи, кладут их к монументу. Интересно, что на этом монументе еще до сих пор остались ткаты Житвы Шарли из прошлых акций. Вот сейчас новая акция. Люди идут с целыми семьями, не боятся. В принципе, дети, ну все очень эмоциональны, потому что видно, что кто-то плачет, кто-то обнимается. Даже, наверное, среди этих людей есть знакомые или родственники даже тех людей, которые погибли. Потому что это все находится недалеко от места, где захватили и расстреляли заложников. Скажите, ощущаются ли меры безопасности, насколько много полиции или армии на улицах? Когда я приехала сюда, сразу бросила из глаза, что на вокзале, видимо, на режимных объектах есть какое-то большое количество полиции. Ну, так сказать, что по городу ходят какие-то патрули, я не могу. Когда мы приходим ближе к месту, где совершались трагедии, где был расстрел заложников или захват заложников, мы видим, что эти места отцеплены, и там работают полицейские. Они работают, они перекрыли несколько кварталов, они проводят тех людей, которые живут в кварталах туда. То есть все строго по документам, под надзором. И, соответственно, там, видимо, проводятся какие-то спецоперации или расследования непосредственно на месте трагедии. А каких-то таких внешних мер безопасности, чтобы было ограничено движение или перекрыты какие-то дороги, видимо, таких нет. Оксана, и последний вопрос. Скажите, а какова, в принципе, реакция парижан? Что это, агрессия, какой-то шок, ужас от происходящего? Я бы сказала, что это все-таки грусть, потому что все достаточно печальны и осознают, насколько огромная это была трагедия. Но держатся достаточно стойко. Все люди, с которыми я сваривала, говорят о том, что все-таки нужно жить, продолжать, нужно выходить на улицы, не сидеть дома, не бояться, что, собственно, жизнь продолжается. Некоторые детей выводят, трогательные сцены, когда детки кладут цветы или что-то подобное. Так что, по моему мнению, то, что вокруг меня происходит, это то, что Париж все-таки лист. Оксана, я благодарю вас. В прямом эфире была журналист украинского канала Интер Оксана Кундеренко. Она работает в Париже. Она рассказала, что сейчас происходит во французской столице. Новость о терактах в Париже затмила собой трагедию в Беруте. Там по меньшей мере 43 человека погибли и более 200 были ранены в результате диверсии в четверг, которую террористы-смертники совершили в Бурж-аль-Баражне. Именно здесь проживает большое количество членов Хезбаллы, шиитской группировки, поддерживающей правительство Сирии. Жители Берута надеялись, что подобные сцены никогда не повторятся. Но прошло чуть более года, и кошмар вернулся в город. Рамзи Келани был свидетелем теракта. Люди лежали на земле, кричали, им кто-то помогал, но все были в растерянности. Никто не знал, что делать. Я пошел посмотреть, что случилось, и проверить своего сына. Он как раз был на улице. Я услышал крики. Мы побежали, и в этот момент кто-то сказал, что был взрыв. И тут же мы услышали другой взрыв. Следствие определило. В терактах было задействовано три смертника. Однако у третьего поезд не сдетонировал. Его тело было найдено на месте взрывов. Если теракты в Беруте действительно были совершены боевиками ИГИЛ, это означает, что террористическая группировка объявила войну Хезбалле за ее поддержку Башара Ассада. Теракты в Париже и Беруте случились через две недели после другой трагедии, ответственность за которую также взяли на себя террористы группировки Исламское государство. Речь, конечно, о катастрофе лайнера российской авиакомпании Кагалым Авиа над Синайским полуостровом. Как утверждают источники в американских спецслужбах, они на 99,9% уверены, что причиной гибели лайнера и 224 человек на борту стал теракт. В пятницу телеканал Fox News сообщил, что следователи якобы обнаружили новые данные о неком двухчасовом таймере, который мог быть установлен на лайнеры. Еще один анонимный источник сообщил каналу, что бомба могла быть установлена рядом с топливным каналом, чтобы спровоцировать взрыв баков с керосином и уничтожить следы самого взрывного устройства. Официальные лица столь же последовательно всю неделю опровергали публикации СМИ, заявляя стандартное. Расследование продолжается. Последним официальным комментарием об обстоятельствах катастрофы является вот эта пресс-конференция главы следственной группы Аймана Аль-Мукадама. Ровно неделю назад он сообщил, что бортовой самописец зафиксировал некий звук. На записи в последнюю секунду слышен шум. Спектральный анализ будет проведен в специальной лаборатории, чтобы определить происхождение этого звука. С момента этой пресс-конференции со стороны официальной следственной группы полное молчание. Последний пресс-релиз российского межгосударственного комитета тоже недельной давности. Цитата, специалисты МАК продолжают работу на месте катастрофы совместно с комиссией по расследованию Египта, представителями Франции, Германии и Ирландии. До момента катастрофы полет проходил в штатном режиме. Информации об отказах системы агрегатов самолета зафиксировано не было. Проведено предварительное прослушивание информации звукового регистратора. Впрочем, на этой неделе российские власти, в частности, премьер Медведев, все-таки признали, теракт мог быть причиной катастрофы, хотя ранее отвергали эту версию. Но вопросов в этой истории по-прежнему больше, чем ответов, хотя прошло уже две недели. За это время американцы, имеющие колоссальный опыт в расследовании катастроф, несколько раз предлагали помощь. Но пока, как заявил представитель Национального совета по безопасности транспорта в США Эрик Вайс, Каир лишь советуется с американскими экспертами, но не позволяет им стать полноправными участниками расследования. Более того, источники газеты Wall Street Journal и вовсе заявляют, что, цитата, египетские власти утаивают информацию о причинах катастрофы. Многие разбросанные по пустыне обломки самолета до сих пор не изучены. Впрочем, президент самого Египта все опровергает. Впрочем, результаты расследования, которое будет полностью прозрачным и честным. Мы ничего не будем скрывать, потому что речь идет о человеческих жизнях, невинных туристах, приехавших в Египет. Пока египетские власти только обещают поделиться информацией. Британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве уже даже назвали имя возможного организатора взрыва аэробуса. Это якобы глава террористической группировки Вилаяд Синай Абу Усама Аль Масри. Катастрофа самолета Кагалымавия и возможная причастность к ней служащих наземных аэропортовых служб уже заставила экспертов задуматься о том, как эффективно выявлять агентов террористических групп. Ведь даже Американская служба безопасности на транспорте, ТСА, как стало известно, на днях не смогла выявить около 70 потенциально опасных сотрудников. Да и сами офицеры ТСА в аэропортах провалили 95% недавних проверок. Новые меры безопасности, о ведении которых заявил глава Министерства внутренней безопасности Джей Джонсон, коснутся рейсов из стран Ближнего Востока. Речь идет, в частности, о более тщательной проверке предметов оборудования, проносимых на борт воздушного судна пассажирами, сотрудниками авиакомпаний, а также работниками наземных служб. Кроме того, спецслужбы США приступили к аудиту систем обеспечения безопасности наземных служб в 450 аэропортах страны. И особое внимание уделят проверке благонадежности почти миллиона работников авиаиндустрии, которые имеют доступ к самолетам, багажу, бортовому питанию и в помещения аэровокзалов. Как рассказал в настоящем времени бывший сотрудник Вашингтонского международного аэропорта имени Далеса, воздушные ворота являются стратегическими объектами. Все сотрудники – уборщики туалетов, водители, грузчики, багажа, административный персонал – при приеме на работу заполняют детальные анкеты для проверки биографии на отсутствие связи с криминальными и радикальными группами. Само перемещение работников по территории аэропорта строго ограничено пропусками и кодовыми замками. То есть пройти в зону погрузки багажа или на поле непосредственно к самолету могут лишь конкретные работники. Все сотрудники аэропорта, имеющие доступ в так называемую «чистую зону», чтобы попасть на рабочее место, проходят через контрольно-пропускные пункты. Те же рамки металлоискателя, рентген сумок или рюкзаков, верхние одежды и обуви и сканер тела. Кроме того, агенты службы безопасности проводят выборочный смыв ладони рук на наличие следов взрывчатых или высокотоксичных веществ. Внешний периметр аэровокзала, летное поле, сооружение наземных служб, багажной, топливной, грузовой и других, окружен забором с колючей проволокой и находится под круглосуточным наблюдением. Проехать на территорию могут лишь автомобили, имеющие допуск. Автотранспорт, доставляющий, например, бортовое питание, керосин или почту, проходят досмотр дважды – на месте загрузки и на контрольно-пропускном пункте аэропорта. А водители обязаны предъявить специальные пропуска и ввести коды в присутствии агента безопасности. Теракт, будь то трагедия в Париже или катастрофа российского самолета, если это и правда была диверсия, неизбежно наносят удар по туристической привлекательности той или иной страны и курорта. В тот же Шарм-эль-Шейх полеты приостановили Нидерланды, Франция, Германия, Литва и Латвия. В Великобритании и России пошли еще дальше. Они вообще закрыли авиасообщение с Египтом. Авиакомпании сейчас вывозят из страны отдыхавших там британцев и россиян. Представители туриндустрии говорят, что катастрофа Airbus может стать катастрофой для рынка, жертвой которой станут многие турфирмы. Солнце светит, море плещется, но на пляжах у египетских отелей нынче тихо и пустынно. Шумных компаний туристов не встретить. Но самое главное и непривычное, тут теперь не услышишь русской речи. Самый массовый российский турист может и хотел бы, но не может прилететь. Решение российских властей о запрете полетов авиакомпании в Египет – удар по главной отрасли страны – туризму. Отпускники из России и Великобритании – это 70% всего турпотока в Арабскую республику. Эта новость означает большие проблемы для всей индустрии отдыха в Египте. Мы только восстанавливаемся после пяти лет депрессии в экономике и низкого спроса. И все бизнесмены и работники туриндустрии надеялись на рост числа туристов. Египет – одна из самых популярных стран у российских туристов. По официальным данным, в 2014 году в Египте отдохнули более 2,5 миллионов граждан России. Больше посетило только Турцию – почти 3 миллиона 300 тысяч человек. На третьем месте – Греция. Туда съездил миллион россиян. Четвертое по популярности направление – Испания. На пятой строчке – Таиланд. В топ-10 также входили Германия, Китай, Италия, Объединенные Арабские Эмираты и Кипр. Главные козыри Египта – возможность отдыха круглый год, географическая близость, отсутствие виз и низкие цены. Тур – все включено на 10 дней. Для двоих можно купить дешевле тысячи долларов. По данным туркомпании, до конца 2015 года Египет должны были посетить дополнительно не менее 200 тысяч россиян. Но теперь им всем придется вернуть деньги. Наш подсчет был, мы направляли это в письме Дворковичеву, что если запрет продлится 2-3 месяца, мы опирались на 2011 год, сравнивали цены примерно. Оценочно у нас было, что это те самые 200 миллионов долларов, включая недополученную прибыль, которую, откровенно говоря, конечно, никто компенсировать не будет. Решение власти остановить полеты застало врасплох десятки тысяч граждан. Многие уже успели приехать в Москву, чтобы оттуда вылететь к морю. Российские туристы – народ смелый, если не сказать циничный. Мало что может помешать их планам – море, пляж, еда и напитки без ограничений. Ни катастрофическое цунами в Таиланде, ни революции в Тунисе или том же Египте. Пока в Египте жгли автомобили и гремели выстрелы, чартеры из России стабильно продолжали подвозить отдыхающих. Теперь туркомпании пытаются убедить клиентов поехать куда-нибудь еще. Второе направление, которое станет основным бенефициаром – это Таиланд, Турция и Кипр. Над вопросом, что делать, теперь ломают голову и в Египте. Русские отпускники – самые многочисленные, на втором месте британцы, но их приезжает втрое меньше – примерно миллион в год. Но и они теперь боятся лететь в Египет. Значит, придется искать клиентов в других странах. Нам надо увеличивать число стран, откуда приезжают туристы. Почему бы нам не сфокусироваться на жителях Китая? Они любят нашу страну. Мы могли бы также продвигать наши курорты среди бразильцев и вообще в Латинской Америке. Они там любят путешествовать. Впрочем, поиск новых клиентов – процесс небыстрый. А потому египетской туриндустрии придется на некоторое время затянуть пояса. Как и российским турфирмам, у которых теперь только одна надежда на помощь от государства. Правда, эксперты говорят, что пережить этот сезон смогут далеко не все компании. И в завершении выпуска мы возвращаемся к главной теме последних суток – терактам в Париже в результате серии скоординированных атак. Там погибли почти 130 человек, еще не менее 180 получили ранения. Сейчас мы еще раз обобщим поступившую на данную минуту информацию. Первые сообщения о вооруженном нападении неизвестных и 10 погибших появились в половине девятого вечера. Об этом написал в своем твиттер-эккаунте посетитель парижского ресторана «Маленькая Камбоджа». Тогда же террористы обстреляли расположенный рядом ресторан «Ле Карион». Спустя несколько минут на севере столицы прогремели два взрыва возле стадиона «Стад де Франс», где в тот самый момент находился президент Франсуа Оланд, смотревший футбольный матч между сборными Франции и Германии. Полиция подтвердила, что два смертника подорвались рядом со стадионом. Мгновенно по всем социальным медиа разлетелась информация о том, что в разных местах французской столицы парижане видели преступников в черных одеждах, вооруженных автоматами Калашникова и гранатами. Но самое ужасное произошло в концертном зале «Батаклан», где выступление рок-группы из США собрало около полутора тысяч человек. По словам очевидцев, террористы, захватив в заложники 100 человек, устроили там кровавую баню. Они очередями расстреливали зрителей без спешки, при этом меняли магазины на своих автоматах три раза. А когда полиция начала операцию по освобождению заложников, некоторые преступники подорвали пояса со взрывчаткой. Четыре террориста были уничтожены, однако 82 человека погибли. Итого, по заявлению полиции, в результате тщательно скоординированной атаки террористов на семь объектов в пятницу погибли 127 человек. Президент Оланд объявил в стране чрезвычайное положение и установил жесткий пограничный контроль. Для обеспечения дополнительной безопасности в Париж ввели армейские подразделения – полторы тысячи солдат. Сегодня в столице закрыты все государственные, торговые и развлекательные заведения, а горожанам рекомендовано оставаться в домах и не выходить без необходимости. А в субботу утром ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Все новые данные о последствиях Парижских терактов и о ходе их расследования в следующих выпусках программы «Настоящее время» на ваших телеканалах. В следующую субботу Юлия Савченко подведет итоги недели в специальном выпуске из Лондона. А наша программа на этом завершена, увы, не на самой оптимистичной ноте. Но, как и десятки тысяч французов, которые этой ночью стихийно собирались в городах мира и пели гимн своей страны, мы верим, что за ужасом этой ночи наступит рассвет. Мы приносим соболезнования всем, кого затронули эти трагедии. Берегите себя и своих близких. Парижских терактов 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 Парижских терактов